добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео мы с вами сделаем вот эти вот розы я продолжаю экспериментировать с бумагой и хотела сделать максимально близко похожую розу на живую и мне кажется что этот результат очень похож на живые розы ну и раскрою несколько секретов в этом видео как их сделать и если вам интересно продолжайте смотреть и давайте начинать я отрезаю полоску длина здесь не имеет значения а шириной полоска у меня 5 сантиметров или одно деление бумаги и максимально сильно ее растягиваем растягиваю со всей силой чтобы у нас все наши складочки разгладились то есть бумагу нужно прям хорошенечко хорошенечко потянуть и не бойтесь что она не порвется и после этого я беру линейкой и отмеряю ширину четыре с половиной сантиметра это будут наши лепесточки и затем всю полоску я складываю в гармошку лишнее я срезаю и на этом моменте можно было бы и уже из этой стопочки вырезать лепесточки но мне привычнее по своему как бы делать поэтому я всю эту стопочку разрезаю на квадратики и затем из каждого квадратика я вырезаю лепесточек да возможно это занимает немного больше времени но таким образом я вижу каждый лепесточек и каждый лепесточек у меня я старалась максимально сделать одинаковым если вам удобнее из стопочки вырезать то вырезайте стопкой затем я делю на три кучки лепесточки в первом меня три лепесточка я складываю их на одном уровне чтобы высота была одинаковая и срезаю нижний край где-то около одного сантиметра во второй кучки у меня пять лепесточков тоже их складываю чтобы у нас верхний край был ровненьким и срезаю низ 3 кучки у меня 7 лепесточков и проделываю все то же самое из этих лепесточков мы будем делать бутон и и теперь приступаем к сборке за основу я беру капельку из фольги длина ее около трех сантиметров а ширина где-то полтора сантиметра беру два обычных лепесточка которые не срезаны нижний край и обклеиваю капельку обклеиваю первый лепесточек я прикладываю так чтобы он был немного выше самой фольги второй лепесток я приклеиваю на уровне с первым все как следует обклеили чтобы максимально фольгу спрятать нижний край мы будем чуть чуть позже прятать и теперь переходим к самому бутону прикладываю первый лепесточек и наношу клей чуть чуть выше серединке лепесточка подклеиваю с одной только стороны затем второй лепесточек по прикладываю и приклеиваем первый лепесток по-прежнему не трогаю третий лепесток прикладываю и старайтесь не спешить ведь секрет еще этой розы именно в том что нам нужно красиво сформировать бутон и после этого уже приклеиваю только первый лепесточек затем перехожу ко второй кучки и в принципе проделываю все то же самое лепестки на одном уровне только клей и я наношу уже чуть чуть ниже серединке по-прежнему первый лепесток я подклеиваю только с одного края и затем приклеиваю все остальные лепесточки приклеивая эти лепесточки у нас уже роза бутончик сам понемножку начинают открываться затем подклеиваю последний лепесток и обратите внимание что первый лепесток у нас все еще должен быть не подклеенным и только теперь я его приклеиваю и переходим к нашим еще 7 и листочком лепесточком проделываю все то же самое только клей в этот раз я уже наношу практически на самый край самого лепесточка по-прежнему первый лепесток подклеиваю только с одной стороны и бутончик у нас все больше и больше открывается и именно открытие бутона зависит от того как наносить клей то есть вот уже и второй секрет нашей красивой с вами розы бутончик готов и теперь формируем лепесточки для самой открытой розы беру лепесточек и шпажкой подкручиваю с двух сторон и снизу делаю небольшое углубление стараюсь еще подтянуть сам лепесточек то есть бумагу и слегка подкручиваю верхний край таких лепесточков нам нужно будет около 12 штук все будет зависеть от того как будут ложиться лепесточки первый лепесток подклеиваю к низу и с одного края фиксирую сбоку затем второй лепесточек я приклеиваю тоже к низу и эти лепесточки я приклеиваю где-то на половинку предыдущего первый ряд этих лепесточков я формирую из пяти штук но может уйти и меньше и больше 46 смотрите от того как будут ложиться лепесточки и этими лепесточками нам нужно будет уже закрыть сам низ у бутона и переходим ко второму ряду капаю капельку клея на край лепесточка нижней приклеиваю и эти лепесточки пока сбоку я не фиксирую тоже зависит от того какую вы хотите розу если вы хотите чтобы эти лепесточки сильно были отогнуты краю то есть было чтобы пышная роза то не фиксируйте края я это делала уже потому смотрела потому как положились лепесточки где-то я подклеивала сбоку где-то нет потому что лепесточки бывают где-то сильно выгибаются и это не очень красиво смотрится где-то не подклеивала совсем вот такая вот роза у меня получается и все-таки мне хочется подклеить все края листиков и лепесточков верней они немножечко то поршится не очень красиво и смотрите мы уже полностью закрыли фольгу этими лепесточками и теперь переходим чашелистику я беру полосочку зеленой бумаги размер ее где-то сантиметр на 5 сантиметров складываю пополам и вырезаю тоненький как бы листик и нижний край слегка растягиваю ногтем это чтобы было удобнее приклеивать и приклеиваю я их к самой проволоки стараюсь расположить чашелистики так чтобы они были симметрично выглядели и пока я их только приклеиваем ничего с ними не делаю чуть-чуть позже мы их будем формировать приклеила последний чашелистик затем беру полосочку тейп-ленты тейпирую стебель вместо тейп-ленты можно взять полоску гофрированной бумаги и затейпировал в стебель где-то на три-четыре сантиметра я прикручиваю веточку с листиками и продолжаю тейпировать стебель до конца и вот теперь я подкручиваю чашелистик и выгибаю к низу затем расправляю листики веточки и наша роза готова если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь всем пока пока до новых встреч до новых встреч